Привет! Меня зовут Манка, и, кстати, вот сегодня будет прокачка инвентаря подписчиков. Вроде три штуки будет. На самом деле, я сейчас снимаю ещё заранее это приветствую, потому что я не знаю конкретно, сколько прокачки я сделаю, но я думаю, что вы в названии увидите точное число. Своих подписчиков я выбирала в Телеграм-канале, ну, как обычно, собственно. Ссылка там будет в описании, в комментариях, под видео. Да. Что ж, вот наша первая девочка, которая как раз-таки у нас будет участвовать в прокачке, это Итс Стробри. А, это... Ой, это не Стробри. Ну, короче, у неё цель была либо сова-медведь, либо ликушка, старая такая зелёненькая из Ауси Эга, которая... Привет, еле как зашла. Ну, бывает. Но я хочу ей сделать небольшой подарок и попробовать добыть ей и то, и другое сразу. Хм, а что вы думаете? Ну, потому что цель довольно-таки маленькая, поэтому я попробую что-то из этого развить во что-то нормальное и попробовать добыть то, что она у нас просит. Она мне ещё и дала подарок. Ооо, легендарный какой-то подарок. И вот такой вот инвентарь у нас, получается, будет самый первый на прокачке. Я надеюсь то, что у меня получится. Честно. Поэтому соглашаемся. Я не знаю, насколько это хороший трейд, но как бы капучин, этот неоновый капуцин, капучин, ну, просто у меня уже капучина, он редкий питомец, а у меня комонка, по-моему, да? Да, комонка. Поэтому почему бы не затрейдиться, собственно, отстаньте на капучино. Кстати, в неонке, ух ты, какой он красивый, посмотрите. Я его даже вот впервые держу, как бы, в неонке, даже обычного у меня не было ещё. На сервере происходит какой-то трэш. Одна девочка говорит, что она вики-шоу. Давайте побежим за ней, где это, где это? Вики-шоу, вики-шоу, можно скрин, можно? Вот она, вот она, вот она. Какой неоник, кстати? Панда. Хватит врать, она моя ЛПМ, она не вики-шоу. Ну, да, поэтому я буду танцевать в этом сезоне. А чё, им пофиг, что ли, да? А ты крыса. Вот так вот и теряю друзей, как бы, чтобы вы понимали, смотрите. Так что, чтобы облегчить себе жизнь, через один сайтик я нашла вот этого человека, чтобы затрейдиться с ним на вот этот трейд. Вы сейчас его увидите, да? После этого трейда он будет удалён. У меня есть друзей, я его не знаю. И вот так вот я поменяла свою неоночку на райдельку. Так, ребят, я нашла человека, который мне даёт лягушку, а также райдпетомца. Я попросила добавить вместо сова медведя, потому что у этого человека не было его. Вот. И из-за вот этого райдпета, если, конечно, он согласится, я попробую добыть как раз-таки вторую мечту моей подписчицы. Я добыла первую мечту подписчицы, и теперь мне осталось добыть только сова медведя. Итак, все рандомки, которые были у моей подписчицы, кроме у неё был обычный котик, ещё один серый, я его поменяла на леопардового котика из своего инвентаря, почему бы и нет. И нашла как раз-таки на одном сайте трейд на неонового котика, потому что я ходила по серверам, пыталась найти примерно такой трейд. И, ну, мне никто не кидал трейды, поэтому вот так вот. Будет у неё хотя бы какой-то апгрейд. Я решила кинуть девочке трейд на райдельку, и, видимо, это прокатит, она согласится. О, ребят, мы получили райдельку. Почему-то эти райдельки стало очень тяжело трейдить, поэтому я обменяла её сразу на сова медведя. И как раз я смогла добыть обе мечты, и у меня остались всё куча игрушек. Ну, я уже не буду ничего с ними делать, я ей так и отдам. Так, кидаем ей трейд, да, приветик. И отдаём ей её обе мечты, а также кучу разных всяких её игрушечек. Возвращаем на место. И смотрим на реакцию. Ой, она мне... Она мне дарит стикеры, причём два из них легендарные, и вот какие-то ещё ультери редкие. Боже, спасибо большое, конечно. Та-даааа, всё, обе мечты моей подписчицы есть у неё как раз таким. Так что первый готов, а мы идём дальше. Вот наша очередная участница данного ролика, скажем так. И у неё цель была кенгуру, либо же коровка. И сейчас она в шоке, я понимаю, я всё понимаю. На самом деле, почему я выбрала именно эту девочку, хотя она с довольно-таки большим запросом, но пэты у неё достаточно хорошие. И поэтому мне кажется, что мне достаточно быстро получится добыть как бы её мечту. Вот все её пэты, которые она как раз-таки отдаёт мне на прокачку. Я ей сейчас дам бутерброд, просто чтобы меня не забанило. Ура, есть. Ребят, это просто первый трейд. И с первого же трейда я добываю мечту подписчицы, причём даже фуллграунд. Давай, пожалуйста, согласись. Что? Ребята, прошла всего лишь минута. Прошла буквально минута. Я обалдею. Прошла буквально... Да хватит мне какие-то трейды. По-моему, ко мне уже зашли мои подписчики. Ребят, я действительно добыла мечту своей подписчицы. Чисто за... За сколько минут? За минуту две? Посмотрите на вот это солнышко. Пишите в комментариях, какая у вас мечта по питомцам, на самом деле. О, да, кстати, дело говорит, дело говорит. Поэтому да, подписывайтесь. Может, вы тоже меня сможете вот так вот встретить просто на сервере. Барабанная дробь. Отдаём мне кингурю. Вот такую красивую райт. Офигеть. Да, я тоже в шоке, на самом деле. Как бы, ну, принимаю, потому что получилась довольно-таки быстрая прокачка. Но да, там, как я и говорила, были достаточно хорошие пэты, и он как раз смог дотянуть на вот кингурю. Я очень рада, что тебе понравилось. Я нашла дом своей следующей подписчицы, потому что она всё никак не может появиться в игре, бедолага. И просто посмотрите, какой у неё шикарнейший интерьер. Давайте я ей даже заплачу 10 долларов. Я думаю, она будет счастлива, рада. Вау, просто я не могу. Я обожаю всякие красивые интерьеры. И когда вот даже маленький дом, как вы видите, можно обустроить вот так. О, здравствуйте, проснулась. Можно построить вот так красиво. И давайте посмотрим, что она мне даст. Если я не ошибаюсь, то она просила неонфлайрайт легендарку. Так, и она даёт сразу крутых довольно-таки питомцев. И на самом деле, даже из вот этих, из вот этих, я уже, я уже знаю, как получить неонфлайрайт легендарку. Мне кажется, то, что я это буду даже чуть-чуть больше. А почему бы и нет? Давайте ей сделаем, может, небольшой подарочек, если получится, конечно. И попробуем хорошенько так затрейдить этих питомцев. Вот этого всего мы с вами будем разбаваться. Я думаю, то, что я уже не буду это снимать в своём инвентаре. Я сейчас добавлю всё это в избранное и начну трейдиться. Мой первый трейд, наконец-то, я надеюсь, свершится. И я затрейдила Голдхорна, конечно же, на райдельку. Легко это достаточно сделать с Голдхорном. А райделька это очень даже нужная вещь. Почему бы нам не размножить легендарки? Я кинула трейд на вот такого неонового рободога. И, по-моему, по-моему, он может согласиться. По-моему, у меня есть шансы. В принципе, как раз-таки неоновый рободог это достаточно хорошая неоновая легендарка. Нет, ну почему? Вау, вы просто посмотрите, какой трейд мне сейчас кинули на вот этого вот, вот этого вот. Мне дают 4 легендарки, причём, ну, райд легендарка, райд легендарка и флай. Поэтому, ну, я думаю, что я соглашусь. Вау. О май гаш, мне кинули сейчас трейд и дают неоновую кобру. Это даже очень хороший трейд был бы, если бы этот человек согласился. Потому что, ну, неплохой достаточно бэт для гоненки. Я ненавижу, когда вы так долго думаете. Ну, я смогла, я добыла, я добыла неоновую легендарку. Причём, ну, кобра, это очень даже, очень даже хорошо. Чтобы вы понимали, я добыла неоновую лего. Вот так вот она выглядит, вот такая вот у нас. Неоновая кобра. Миласечка вообще, шикарная. А также у меня ещё остался флайрайт павлин. А также ещё два райд пэта и ещё кое-какие питомцы. Я не знаю, на самом деле, что с ними можно сделать, но я думаю, что сейчас мы их тоже прокачнём немножко. Думаю, что я соглашусь на этот трейд, потому что всё-таки мне дают легендарку и неплохого райд пэта за флайрайт легендарку. Поэтому да, почему бы и нет. Трейд будет как раз-таки, я его нашла на сайте. Точнее, я опубликовала свой запрос. И на него как раз-таки откликнулась вот эта девочка. Она решила согласиться на мой вот этот трейд. Поэтому мы сейчас с ней затрейдимся. Мне кажется, это примерно равноценный трейд, потому что, ну, по крайней мере, мы получим одного крутого пэтика. Поэтому давайте согласимся, чё нет. Отдаём ей, я думаю, сразу такую легендарочку, такую. Я возвращаю тот моментарь, который мы с вами смогли давать. Она уже нам что-то строчит. Что офигеть, да. Держи. Это вот такая вот прокачечка была. Эм, да. Соглашаемся на трейд. Вот так вот. Ещё одно лицо очень счастливее. Ну а на этом наш видосик подходит к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Обязательно ставьте лайк, если вам нравятся прокачки. И если вы хотите больше прокачек. Ещё напишите в комментариях, какие прокачки вам нравятся больше. Где несколько маленьких, или когда происходит одна крупная прокачка. И всем пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok